здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях депутат городского округа люберцы депутат совета депутатов городского округа люберцы дмитрий анатольевич коровкин здравствуйте дмитрий анатольевич здравствуйте вот но мы до начала программы выяснили что вы не новичок депутатской работе что более в разных вариациях но всем депутатам нового созыва я задаю такой вопрос как вам компания депутатская все ли там вам нравится со всеми ли вы уже наладили контакт потому что есть и депутаты с опытом такие как вы есть депутаты новички есть депутаты старожилы так что как каким находите совет нынешний слушайте хорошая компания подобралась вот все ребята ну я так понимаю не просто так же пришли то есть настроение работу да с мнением там с желанием работать и куда то что на самом деле про работа такая там может всем кажется что там он депутат там и депутат не просто так на самом деле работать с населением с администрации если идти просто так то можно конечно очень да можно себе много чего подпортить да слушайте нормальная компания хорошие коллеги все достаточно профессионально в своем плане вот буквально у нас вчера была одна из первых комиссий по бюджету вчера так это плотненько все собрались так ну потому что это важный вопрос как бюджет всегда у нас важный вопрос и так а вы какой комиссии кстати работа в узнав общались в бюджете а в как раз комиссии по бюджету и комиссии по спорту ну депутаты мне это зайти 2 к дадала нам говорю же вот но бюджета спорт у вас такие вас корму понятно что все комиссии они равноценны все необходимым но мы все равно понимаем что бюджет это такой основной как бы элемента соответственно вот вы как бы и со спортивной части совсем другой немножко полюс и в бюджетный бюджет конечно же будет принят это мы прекрасно понимаем но как вот депутаты и жители города участвуют в его работе то есть например вы же наверное знаете что у вас в округе там что-то нужно тот как вы можно подать эти документы куда-то как вообще бюджет составляется ну грубо говоря чтобы лампочка светила где-то в подъезде слушайте но смотреть есть финансовое управление надо вот соответственно как бы там все все тела все со всех управлений хотелки желания все стекается туда соответственно есть депутаты да у нас есть наказы по избирателям вот буквально прошла предварительно компания у нас множество наказов вот я еще не вас и принес прошу да и у нас как бы понятное дело что то мы сами выполняем что мы можем выполнить да что мы не можем выполнить мы общаемся с профильными замами начальниками управления или мы выезжаем на территорию смотрим как что это сделать благоустроить данный двор или там напрямую с управляющим компаниями прощать общаемся ну и соответственно если получается получается если не получается что мы просим замов с то есть нашими как бы пожеланиями определенными с пожеланиями жителей внести это там ну на какую-то статью расходов на дальнейший текущий год как бы жители по большому счету прямому участие принимает есть у нас обсуждение и вот которые вот у нас после того как мы примем бюджет будет а потом как-то публикуется это да и средства массовой информации в печати все это все это и все это прозрачно на самом деле все это прозрачно тем потому что администрации плюс к этому как бы из а депутатов мы все работали того чтобы наш город был лучше но и потом я так понимаю когда будут подводиться итоги буду как-то можно будет но соразмерно посмотреть вот мы планировали это и вот что у нас по мне но это же на глазах то есть как бы мы смотрите мы на мы нас выбрали на пять лет мы же после каждого да мы каждый каждый месяц на территории и чё там говорить то каждый месяц на территории и соответственно после принятия бюджета мы выходим уже после там праздников январь когда а кто-то и в праздники ходит там вот мы уже смотрим что чего и соответственно и жители на связи жители как бы да вот мне там это сделали это нам не сделали здесь маршрутка ходит а здесь она не ходит а почему а вот это вот сюда приехали дорогу поставили а вот почему полицейские не положили ну и слушайте есть такие разные нюансы момента то есть конечно все это положится пожалуйста кирова делали у нас как раз предубранная компания была кирова новую дорогу стелили да и мы как раз пришли вот на в рядом с кирова ну дома на хирова вот и жители нам собрались что там все гремит у нас все это все 5 машины носятся когда формула-1 ну всех успокоили все объяснили все ну буквально там через неделю может быть полторы все полицейские уже лежат есть определенный конструктив то есть как бы они работают сначала это потом это было возможно сразу сидит вернусь к предвыборной кампании все-таки это такой важный момент для депутата да как ни крути для молодого ну скажем молодого может даже не возрастом и молодого который идет первый раз это одна история одни наверное переживания для вас как человека который все-таки уже немножко искушен хорошем смысле этого слова как эта компания проходила тем более что в это наверное проблемы знаете и проблему что называется в длину и проблемы в ширину вот встречались с людьми как почему они вас выбрали вот такой вопрос смотреть у нас компания происходила но я так скажу но не просто не просто потому что одно все таки 8 на года многомандатных у нас избирательных округов вот и в каждом округе у нас по четыре депутата соответственно как бы команда работать проще в том плане что not на каждую тут у нас 32 тысяч и вот представляете да какой конгомерат сколько населения и у каждого там во дворе по-разному все есть там старше дома там есть соответственно и противники а есть такие моменты которые там один житель ничто не решит надо решить чтобы это было до десятый плюс до до 1 стучаться до каждого сложно это там тоже поставить там тех же шлагбаума да это тоже сложный процесс а мы как бы идем и стараемся встречу и стараемся это все помочь ну в разном вот за пятилетку да вот которую у нас были соответственно да естественно мы ходили в те дворы в те дома до где мы решили где у нас были вопросы мы их решили и ну и соответственно как бы мы опять туда пришли что нам жители скажут ребята ну как работа может быть еще что-то нужно вот но каждый двор по-разному абсолютно по-разному но в общем плане как бы вот голосование показала что мы нужны и мы нужны вам доверяем доверили да я опять же повторюсь собрали очень множество наказов наказы абсолютно разные вот просто выдавать немножко наказах поговорим почему потому что ну ясно жизнь в городе город это живой организм когда живут люди и там даже если ты 33 раза покрасишь красиво какой-нибудь лавочку и все равно в 34 придется опять красить а может быть лавочку придется уже поменять то что хотел сказать какие наказывают немножко наказы абсолютно разные вот буквально от того что не вовремя вывозит мусор и до сих пор нас еще такое ну слушайте это до перри перехода так вот у нас там зима весна зима осени да тот слякать этот это все то пятое десятое вплоть до того что даже бабушка пришла мелок мне нужно вот не могу вот мне счетчики нужно поставить и учета не холодно горячей воды бабуля с кем вы живете то ну вот у меня она начинает перечислять я так стояла семья да конечно муж понимает я это ладно хорошо поставим вам счетчики мать из но но может быть она просто ответственно начинаете как молодежь тогда не всегда ответственная то есть но эти счетчики я к тому хочу сказать что как бы вот мы но пока я могу за себя ответить да пытаешься проникнуть не проблема человека просто действительно поставить там на себя на его место ну как вот я понимаю да там есть там то есть 5 есть там какие-то там родственники то есть ну ну жалко я же понимаю что там есть там купить надо что-то там то 5 10 там ну может быть не хватает может быть лень да там может быть еще что-то ну жизненная ситуация все бывает да абсолютно все бывает там тем более вот у нас сейчас там как период определенные да ну естественно мы идем на все по возможности на все хотелки там вот просьбы жителей абсолютно там ну я говорю вот на лавочек для до абсолютно всего я так понимаю что уже так как есть опыт да и некоторые вот повторяющиеся наказы или наказы скажем из разряда там жкх бытовых жкх на первом месте да это понятно благоустройство за кх это как схема работаю бабусь вы уже сразу куда-то отзваниваетесь где-то как я так понимаю что по как депутат уже с опытом уже работа на конец а мы но это элементарно то есть как бы жек все по жек уйдет все абсолютно мужик все обстоятельно должна быть обязательно треугольник бабушка депутат джек почему не может быть бабушка жек хорошо ну вообще на самом деле функции депутата но это по большому счету такой помощник и да там ну не знаю как модератор ну условно да 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 менеджеры вы понимаете зарядного зрители тоже понимает я говорю да то есть как бы бабушки там или там дедушки или там кому-то еще в администрацию приди там на какое-то управление пожаловаться или что-то еще сделать тут существует депутатов хоп такой появился здравствуйте что у вас случилось ему мая да почему да что вот соответственно депутату проще донести тогда тоже управляющей компании там да да того же там да тоже администрация если это касается этого вопроса проще ну чё говорить на сну лучше слушают лучше слышат да и есть техники да в жеке есть там мы еще кто-то люди ну слушать человеческих фактор никто не отменял но ведь смотрите сколько лет существуют проблемы с жкх не только в городском округе любишься по всей стране раньше может быть все-таки в системе жкх что-то подправить чтобы не было вот этих лишних связей как я говорю существует человеческий фактор а есть главный инженер да там есть там начальник жека да есть определенные там техники кота должны ходить что-то проверяется конечно вот она вышла горит технику вот у меня нужно вот здесь вот подолбить зимой но лед чтобы я не упал или песочком паса да 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 я за его он забыл ушел слушайте нам много подъездов там не знаю как причине а схема нет такой чтобы все подъезды просто вот по программе снег выпадает во-первых грани работаем есть нас есть такая тема они убирают и работают но индивидуальность них тоже не отменял где-то течет что-то где-то там что-то по индивидуальность понятно не усмотрели когда летом по за понимаете что каждая зима это это проблема да значит все-таки схемы нет для жека проблем нету варианта для жеков для системы жеков чтобы они вышли и понятно не за один час но по крайней мере это было видно они на 3 4 5 сутки вдруг где-то начинаются какие-то работы о чем я говорю и условно бывают проблемы которые возникают внезапно вот это никакой техник них никто не можно это с помощью правильных мы же живем век умных приборов наверное постепенно это тоже можно будет как-то предугадать но тем не менее есть программы почему я об этом так уделяю этому внимание потому что ваши коллеги тоже приходили управляющей компании и которые занимаются именно жпх и так далее есть такое ощущение у людей складывается что нет какой-то единая схема что действительно не обязательно бабушка просто человек столкнулся с какой-то проблемой он вынужден искать он вспоминает а у нас же есть депутат давайте мы к нему обратимся а по идее то это обращение должно быть после того как вроде как схема должна работать жкх почему-то она не работает слушайте но может быть они при я ну может быть что-то там отчасти вы и правы все-таки это наверное и опять же повторяюсь это живо организм это люди кто-то пошел сделал кто-то пошел там сделал но некачественно сделала даже такой да да вот опять же его берем тех же жителей да вот он мусорки стоят ну к нам маленький контейнер около подъезда да вот он вышел ему там пять-три минуты идти до большим а он хлоп это контейнер и слушайте ну есть что-то понимание какое-то надо тоже ну да вопрос да а сторонняя проблема нишна кому это вопрос не к жителю которая пошла к жеку ну да вы понимаете а же кто-то причем но да ну лишь контейнер площадку отойди туда ну выброси там зачем ты здесь выбор и все этот ком начинает расти но понятно это начинает расти и кто виноват джек вы же понимаете же не убрали вовремя там опять же тот лед кто виноват джек а вчера убирал а вчера он солью посыпал а тут такая произошла перепад температур еще замерзло опять ну понятно хорошо сейчас делаем паузу вот на этом на на этом месте небольшой дмитрий анатольевич коровкин у нас депутат городского круголюберца в гостях и продолжу через некоторое время напоминаю что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас в гостях депутат городского круголюберца дмитрий анатольевич коровкин и мы продолжаем как говорит дмитрий анатольевич пытать депутатов но мы делаем это по-доброму почему потому что возвращаясь ко льду проблема то в том что ведь наверное если речь не идет о нерадивых жителях которые выбрасывают мусор там где не положено конечно такие есть некоторых даже из окошек умудряются еще это делать вот но если мы живем в зимнее время мы прекрасно понимаем что у нас погода может каждый день меняться значит и для этого должна существовать своя схема эта схема должна быть опробована в жкх должен быть контроль со стороны администрации я так понимаю городского круголюберцы и конечно же депутатского совета поэтому то что сегодня посыпали соль а завтра здесь человек упал и сломал ногу кому обращаться в таком случае 03 03 хорошо я вас понял да но все-таки нет на самом деле шутка шутками но я с вами полностью согласен да вот поэтому я и сказал что вот у нас везде до 8 округов 4 человек за всеми следить нельзя и жкх как бы понятное дело но ну мое мнение такое оно работает на все 100 но но всем мил не будешь да то есть если где то что его будет есть такое понимание да но как бы работает и администрация работает и управляющей компании но все равно там ну зима это такое время года когда вот ты вроде летом сделал вроде тебе все хорошо да а зимой все наружу лазит ну бывает такое да то вроде там карниз это сделал от отлив все это лед нападал все это сделал все это хлопай и рухнула ну по причине какой ну дождь пошел все быстро заморозилась не узнали где-то вот эта точка такая не заметили да естественно как бы есть я вам честно скажу управляющей компании реагируют и реагируют как бы и администрация это отслеживает это все как бы мы это видим мы это вот то есть как бы здесь отдать должное то есть все работают в едином ключе для того чтобы нашему жителю было не то что было ну наверно комфортно жилось если вспомнить люберцы там 95 96 года и сейчас слушайте но это послушайте на это как я не знаю это две большие разницы даже пример приводить не буду две большие разницы когда идешь там по центральной дорожке там от тротуарные ноги себе там ломаешь ну ну да а сейчас как вы посмотрите там и и депутаты это отслеживает и администрация это отслеживает да вот и при домовые территории благоустройства все это делается через бюджет от себя проводится как вот проходит депутатские вот ну депутатское общение да но я понимаю что бывает наверное онлайн бывает живьем а я не только депутаты как вот вы говорите вот у меня надо сделать тот например или еще что-то немного немного не понял но депутатские совещания как освещать советы к заведу вот у собираемся к нам назначают совет мы приходим носить комиссии перед советами да вот на комиссиях мы бурно общаемся ту или иную тему разбираем и да вот и решаем то есть бурное обсуждение из настоящая даже я приглашаю послушать вот то есть как бы естественно есть это я опять же говорю все профессионалы своем деле кто-то новенький пришел они пытаются да там что-то показать сказать но молодцы ребята не подхватывают да я уже не говорю о тех коллегах которые там уже работают там 2007 нам и так далее да там много советов вот то есть как бы и их приятно послушать потому что не в теме вот в теме и правильные вопросы и правильные рассуждения но действительно там вот это не надо этого нельзя сделать да я или наоборот технический вопрос это надо да да то есть как бы много моментов таких все работаем достаточно в плотном ну а где вас могут найти ваши избиратели у вас должны быть приемные дни поэтому мы у всех депутатов тоже спрашиваем как с вами можно связаться приемные дни плюс у меня каждый третий четверг месяца с четырех до шести десятая школа вот плюс как бы я еще являюсь директором комплекса спортивной школы олимпийского резерва ко мне многие приходят и в офис приезжает уже как бы ну знают где мне найти у всех практически 10 мой мобильный телефон вот и бывает такое что и приезжай и будет и я приезжаю вам здравствуйте да я здесь хлоп приехал и но много таких стоит сейчас не буду это рассказывать хорошо и еще такой вопрос не можем не коснуться спортивной тематики помимо того что вы профессионально этим занимаетесь вы еще и представляете депутатский корпус так как в комиссиях по спорту и мы знаем что не понаслышке потому что все что происходит в мире спорта в городском округе люберцы обязательно так или иначе попадает сюда к нам в студию в нашу программу я имею ввиду те замечательные достижения тех людей которые эти достижения ну можно сказать дарят городском округу люберцы вот в коснулись темы пандемии слава богу вышли из нее да есть другие сложности с соревнованиями так далее но как вы сегодня оцениваете вот спортивную составляющую городского округа люберцы тем более что вы знаете ее и профессионально и с точки зрения депутата все ли хорошо все ли хорошо слушайте но на скажу так что спорт он их пандемию был и да вот сейчас конечно нам вот как школе хочу сказать что намного проще стало легче стали нам вернули фок да нам вернули фок конечно фок был нужен мы благополучно его предоставили нам его вернули и народ спортсмены давайте расшифруем для тех кто не знаешь такой фок это физкультурно-оздоровительный комплекс находится на улице 8 марта дом 6 вот нам его вернули и мы благополучно начали и к нам вере не было получено что спортсмены то есть спортивная жизнь начала бурлить вот несмотря на то что как бы на международной арене там ситуация очень серьезная происходит нас не допускать неких до соревнований в чем я очень сильно разочарован в той концепции что спорт вне политики вот ну есть такие федерации мировые еще можно где вот допустим а ибо по боксу да там у марка млев это председатель и он сказал что вот всех спортсменов мы допустим этот наш руководитель вот здесь любит их спорт у нас движется по календарному плану так у нас довольно таки плотный этот плотный календарный план у нас очень плотные выезды и вот на соревнования то есть все спортсмены сейчас готовятся по видам спорта несмотря на то что международная арена для нас закрыта но у нас есть большой большая российская федерация где множество проходит сейчас соревнований кубков этапов и так далее так далее то есть как бы международных средней международных всероссийских соревнований вот то есть у нас это все происходит отбор как он шел так он и идет да вот как новые кадры тоже приходят новые ребята спортсмены вот у нас до сейчас сентября уже как бы набрался пул ребят вот сейчас будем их отбирать с 1 января нужно что новый будет год муниципальное задание и будем их уже отбирать в бюджетной группы тут останется не бюджетных вот уже соревнования нас как бы вот прошли люберецкая перчатка прошла нам слышали гимн это у нас фехтование осенняя шпага рапира прошла вот у нас допустим в том году да ну в этом году текущий этот год я у нас очень хорошо результат показали боксеры и ну как всегда и фехтование фехтование просто удивило меня они там нормативы к на мастера спору спорта выполнили то есть ребята ездят фехтуют то есть мы даем возможность им соответственно там поехать что-то там какие-то на себе попробовать и где-то отобраться получить разряды и так далее и тому подобное то есть как бы но все во славу городского округа все для этого для у вас лава городского округа во славу московской области до московской одной стороны в целом а еще вот такой вопрос возвращаясь уже к депутатской составляющей спортивизация населения вот как-то я понимаю что там спортивные площадки и так далее потому что сюда входит и а у нас есть такое как активное долголетие да у нас сюда входят люди которые хотят выходить во дворе что-нибудь там вместо того чтобы выпивать до подкачиваться и так далее кто-то хочет мама папа пытаются чтобы дети пошли но где-то например один кружок гуманитарный второй кружок там бы спортивные так далее вот как депутат получали какие-то спортивные наказы но в основном да это вот активное долголетие было то есть у нас как бы это мы плотно этим тоже занимаемся у нас есть группы активного долголетия на фоке группа йоги есть на фоке то есть люди приходят занимаются очень довольны у нас уже несколько лет да да у нас приходили тоже ваши представители да уже несколько лет идет мы хорошего инструктора подобрали он очень хорошо преподает наказать до наказа были там помочь устроить там в ту или иную секцию отделение школу там ребенок ходит занимается фитнесе но у него не получается тратят деньги ну то есть есть такое до запрос на спортивный образ жизни существующая разговаривала что колоссально популярен слушайте колоссальная я вам хочу сказать вот мы ходили по дворам во дворах практически каждый двор у нас оборудован спортивная площадка не то есть детская площадка еще плюс спортивной площадкой да то есть и везде занимаются вот мы проводили праздники есть сейчас праздника спорта в каждый двор но это уже приоритет спорткомитета вот мы как спортивная школа оказываем посильную помощь населению в проведении каких-либо праздник абсолютно и соответственно сами наши тренеры наши ребята участвуют но и вот еще о ребятах поколением которые вот приходят новички которые потом становятся спортсменами есть какая-то ну понятно тут есть тренерский взгляд да стоит пойдет не пойдет какой вид спорта и так далее как поколение здоровее стало выглядеть или ничего особо не изменилось знаете я хочу сказать у нас есть приемец преемственность так вот у нас те ребята которые вот выпускаются они остаются а представляете то есть вот сейчас вот в такой есть вы сделали они остаются вот вы представляете то есть они остаются вот я могу такое привести пример это на фигурное катание вот все кто работают фигурном катании они все выпускники нашей спортивной школы вот я буквально на праздники был в эти выходные у них там на на льду в зените на милина вот и все девчонки вот которые там занимание все прошли академию спорта то есть все предпрофессионалы и нашу школу спортивную имеют разряды и все тренируют детей и сейчас вот еще одна девочка она сейчас заканчиваю академию это же она уже там помогает старшим тренинг вот это и есть приемли это прием если бы им не нравилось они бы там не сохранились правильно правильно логично то есть как бы да и те ребята которые вот там опять вот помните я приходил к вам с парнем с тренером влад иванов так чемпион на европу ведитель соревнований их разных он опять час вот он закончил карьеру и он вернулся в школу к нам работаете как хорошо стали но остается сказать спасибо лидера то лишь что все ваши коллеги которые работают я имею ввиду тренерский состав то что от них же идет это и психологический момент человеческий фактор все вместе ну а вам мы желаем хороших наказал побольше чтобы их вам можно было бы выполнить ну и как всегда ждем вас и по спортивной тематике но и как немножко время пройдет там вот бюджет будет принят начнутся что-то выполняться зима как всегда у нас должна пройти потом приходите посмотрим может у вас появятся какие-то интересные для нас новости спасибо большое в студии был дмитрий анатольевич коровкин депутат городского круга люберцы депутат совета депутатов городского круга люберцы а с вами был николай пивненко до свидания а